Ну какой-то генеральный директор пришел, который не имеет никакого права здесь находиться без договора аренды. Всегда мне это разбирать с учредителями. Ну так я не могу до них даже дозвониться, до учредителя, они трубки не поднимают. Поднимают. Они что у вас, как мыши все попрятались-то. Светлана Фролова одна из учредителей, управляющей компанией Октябрьской. Как уверяет, без ее ведома другие акционеры сменили генерального директора. Вот он, Геннадий Евсин. Руководил компанией еще вчера, но теперь в его кресло сел Александр Михалев. На основании двух учредителей, которым принадлежит 71,5% голосов, принято решение об замене генерального директора. Вторая сторона нигде не прячется. Сидят в соседних кабинетах и бои ведут пока на бумаге. Подсчитывают доли в уставном капитале. На кону деньги жителей почти 80 домов, которые обслуживает компания. 460 тысяч квадратных метров. По самым скромным оценкам, Лепчане платят за содержание этого жилья более 5,5 миллионов рублей в месяц. Вообще, как сфера ЖКХ, общество, управляющая компанией, не является средством получения прибыли. Потому что все денежные средства, которые поступают от населения, они расходуются на население. Ее бывший партнер, а теперь противоборствующая сторона, Дмитрий Чеглов, также не говорит о деньгах. В первую очередь думает об интересах жителей. Кстати, снятого сегодня директора тоже привел он. Поступало много жалоб и недовольства жителей о том, что поставили нового директора, а лучше не стало. Ситуация даже ухудшается на районе, в данном случае на 24-м. Поэтому было принято решение найти профессионального человека, который сможет исправить в данном случае ситуацию. Коммунальный бизнес, о котором в Липецке официально принято говорить как об убыточном, оказывается настолько привлекательным, что акционеры готовы нести за него даже судебные издержки. Иск собирается подавать Светлана Фролова. Коль полюбовно разогласий разрешить не удалось. Татьяна Ермишина, Алексей Великанов, ТВК Новости.